МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. В последние тенденции новые технологии IT-сферы. Рекордное количество участников. В Самаре завершился фестиваль 404. Субсидии и льготные займы 19 предприятий Самары получили господдержку. Сельхозярмарки малого формата появятся в Самаре. Горожане смогут купить фрукт, овощи и мясо от местных производителей. Полторы тысячи светлых голов IT-сообщества съехались в Самару, чтобы пообщаться со специалистами из Microsoft, Mail.ru, Яндекс, а также известными блогерами. В городе прошел IT-фестиваль 404. Какие новинки презентовали, расскажет Лариса Шалафаст. Беспилотный автомобиль на Самарских улицах не фантазия, а реальность. Свою новинку представляют специалисты университета Иннополис. На базе серийного авто установлено специальное оборудование – комплект сенсоров и управляющих устройств. В багажнике располагается вычислительный модуль, предназначенный для обработки информации и выработки управляющих сигналов. Мы детектив знак, а дальше у нас работает классификатор, который говорит о том, что вот этот знак, его нужно учесть. При этом мы все должны делать в реал-тайме. Стандартно автомобильную промышленность 140 миллисекунд. Пока беспилотный авто – штучный товар, но вполне могут выйти и на серийное производство. В недалеком будущем такие технологии могут пригодиться при использовании дорожных лабораторий. Самарскую разработку представили на IT-фестивале 404. Передвижная лаборатория измеряет и ровность покрытия, и интенсивность движения. Результаты измерений передаются в геоинформационную систему. Она позволяет производить оценку состояния дорог. 404 «Фест» возобновлен в Самаре в прошлом году после нескольких лет перерыва при поддержке губернатора Дмитрия Азарова. Когда я вернулся в регион, уже в должности губернатора, создал условия для того, чтобы фестиваль возобновился. Я рад, что все авторы и идейные вдохновители фестиваля откликнулись на мое предложение. Фестиваль вновь проходит широко, масштабно. Масштабно, как никогда. Сюда приезжают люди, потому что здесь интересно. Здесь есть что обсудить, здесь топовые эксперты в своих направлениях, которые уже выступили. И эта площадка фестиваля, она становится по-настоящему магнитом для молодых, талантливых и не очень молодых, но талантливых и небезразличных людей. Среди спикеров порядка 60 российских и зарубежных специалистов. Лекции и мастер-классы проводят сотрудники Mail.ru, Яндекс.Такси и Майкрософт. У нас в этом году две новые секции. Это Quality Assurance, это контроль качества. И вторая секция управления проектами. То есть мы стали ориентироваться больше не только на разработчиков, дизайнеров, но и на менеджеров. Мы поняли, что для них нам есть что рассказать интересное. Если строить график крутости, интересности и вообще потрясающести фестиваля, он идет вот так, он просто пробивает потолок. Сложно, на самом деле, каждый год удивлять чем-то еще после уже достаточно высоко поставленной планки. Но организаторам 44 феста удается. То есть, ну, безусловно, каждый год больше посетителей, в этом году еще и площадка больше. Будущее не только IT-сферы в фокусе внимания участников форума. Знаменитый блогер, урбанист Илья Варламов выступает с лекцией о городах будущего. С какими проблемами могут столкнуться мегаполисы и как их решать? Благодаря форуму я, во-первых, познакомился с Самарой, и мне очень понравилось. И сейчас я опять вернулся. Город изменился как минимум из-за чемпионата. То есть, появился потрясающе красивый аэропорт, и это здорово. И было сделано какое-то благоустройство. Сам факт того, что как-то вы смогли проапгрейдить инфраструктуру, появились деньги, и все-таки какой-то рывок был, это здорово. На фестивале участники могут не просто послушать известных спикеров и обсудить новейшие разработки, но и найти единомышленников, чтобы создать и реализовать в дальнейшем новый проект. Специалист по связям с общественностью Андрей Большаков мечтал оказаться на фестивале. И попасть сюда ему удалось благодаря викторине, которую проводил телеканал «Самара ГИС». Я благодарен телеканалу, я благодарен устроителям IT-фестиваля. На подобные мероприятия, именно посвященные IT-тусовке, я нахожусь впервые. И надеюсь, что для меня будет очень много интересного. В этом году форум собрал рекордное количество участников – более полутора тысяч человек со всех регионов страны. И это не предел, уверены организаторы. Потенциал у Самарского фестиваля большой, и, возможно, в следующем году будет новый рекорд посещаемости. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. 19 предприятий «Самары» приняли участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости населения». А по области таких предприятий – 43. Проект помогает бизнесу создать современное конкурентное производство. Для этого предусмотрены несколько мер государственной поддержки. Сейчас на средства проекта на предприятиях проводится обучение системе бережливого производства. Квалифицированные специалисты Федерального и регионального центра компетенции помогают наладить работу так, чтобы все ресурсы тратились максимально рационально. Также те предприятия, которые участвуют в проекте, могут получить льготные займы, субсидии на обучение своих сотрудников, налоговые льготы. Первые итоги налицо. По статистике, на самарских предприятиях, которые приняли участие в проекте, производительность труда повысилась на 10, а то и на 30%. Главные условия участия в нем – выручка от 400 миллионов рублей в год. Проект действует до 2024 года. А чтобы наши предприятия по итогам реализации проекта получили у себя специалистов, несколько специалистов, которые будут обладать знаниями бережливого производства и в дальнейшем будут внедрять на благо ваших предприятий вот эти все процессы. Те предприятия, которые стали участниками данного проекта, финансово чувствуют те преимущества, которые происходят на предприятиях. Парковочных мест на Старозагоре рядом с парком Гагарина станет больше почти наполовину. После ремонта улицы по нацпроекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» проезжая часть в этом районе стала в два раза шире. Сергей Кизоркин оценил все преимущества. Комплексный ремонт улицы Старозагора решил главную проблему в районе парка Гагарина. Отсутствие парковочных мест. Теперь по обеим сторонам дороги их 150, а машины могут ездить не по двум полосам, а по четырем. Парк отдыха и развлечений на московском шоссе – любимое место самарцев и летом, и зимой. А на большие праздники светские и религиозные здесь вообще столпотворение. Найти свободное место для парковки тем, кто приехал на личном автомобиле, было сложно. Теперь радуются отдыхающие, они сэкономят время и сберегут нервы. Если сделают парковку, а ее делают, это очень хорошо, мы будем очень рады. Кроме строительства парковочных мест, здесь полностью поменяли тротуар с асфальта на плитку, установили новые бордюры, посеяли газоны, модернизировали ливневую канализацию и колодцы. Это двухгодичный контракт. В 2019 году планируется выполнить работы от улицы Советской Армии до улицы Нововокдальной, в 2020 году от улицы Нововокдальной до улицы Ташкентской. В настоящий момент выполняются работы по устройству новых парковочных карманов вблизи парка Гагарина. В связи с большим количеством посетителей данного парка Департаментом городского хозяйства и экологии было выдвинуто предложение, будет далее осуществлено по увеличению парковочных карман в связи с потребностью жителями города Самара. К ближайшему уикенду 150 новых парковочных мест будут закатаны в качественный асфальт, и водителям больше не придется искать место, где оставить свою машину. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов, События. В Самаре появятся сельхоз-ярмарки малого формата. Планируется, что они откроются в каждом районе города после окончания работы крупных базаров. Сейчас формируется список адресов, где их разместят. Как организована работа пяти уже открывшихся ярмарок, обсудили на еженедельном совещании в мэрии. Подробнее Лариса Шалафаст. Традиционные сельхоз-ярмарки в Самаре начали работу. Продавать фрукты, овощи, мясо и рыбу от местных производителей будут до конца октября. Запастись продуктами впрок можно на пяти базарах. УДК «Октябрь» на пересечении Киевской и Тухачевского, революционной Карла Маркса, Уральской, Кряжской и на площади Куйбышева. Здесь продавцам предоставляют 296 торговых точек. Для пенсионеров выделены отдельные ряды. Также всем предоставили изготовленные в едином стиле фартуки и ценники для товаров. У всех все было роздано, но предприниматели некоторые почему-то считают свои ценники наиболее для покупателей очевидными. Будем работать в этом направлении. В этом году в Самаре появятся сельхоз-ярмарки малого формата. Они откроются в каждом районе города после окончания работы крупных базаров. Сейчас формируется список мест размещения. Глава города поручила руководителям районных администраций определиться с площадками в ближайшее время. Уважаемые главы, тогда готовьтесь к совещанию, либо сами, либо своих представителей направляйте. Владислав Иванович, назначайте дату и прям конкретно по каждому адресу. Планируется, что сельхоз-ярмарки малого формата будут работать в городе до начала декабря. Диспансеризация как возможность спасения жизни. Рак можно победить, если вовремя его диагностировать. В Самаре стартовала европейская акция ранней диагностики рака головы и шеи. На какие симптомы нужно обратить внимание, чтобы начать лечение вовремя в нашем сюжете. Большинство пациентов обращаются к врачам-онкологам уже на поздней стадии заболевания. Такова статистика. Медики не устают повторять о важности ранней диагностики. У самарцев есть возможность попасть на прием к специалистам. Бесплатно и без очередей. 23 сентября с 9 утра в Самарской областной стоматологической поликлинике будет проходить день открытых дверей. Пациентов будут консультировать стоматолог, онколог и лор. Доктора говорят, важно обращать внимание даже на незначительные недомогания. Такие, как боли и трудности при глотании, охриплость голоса и постоянная заложенность носа. Особенно, если все это длится больше трех недель. Каких-либо конкретных признаков, позволяющих заподозрить рак, нет. Есть вновь появившиеся жалобы, которых никогда якобы не было. Поэтому всегда, если что-либо смущает, необходимо обратиться к специалисту. Но самое действенное – это клинический осмотр специалистов. В этом году при поддержке нацпроекта здравоохранения для самарского и итальятинского онкодиспансеров закупили оборудование на сумму более 500 миллионов рублей. Также 8-й городской больнице откроют онкоделение уже в декабре. Пока там будут трудиться 14 специалистов. К 2024 году более 40. Практика показывает, пациенты обращаются первый раз не к онкологам, а к врачам других направлений. Поэтому задачей проекта входит их подготовка. Мы эту работу уже выполняем. Мы уже провели несколько циклов такого тематического усовершенствования для Тольятти, для двух сельских районов, для городских поликлиник нашего города. То есть эта работа выполняется реально. И мы ее, конечно, выполним. Поскольку подготовка кадров для практического здравоохранения – наша непосредственно работа, наш главный приоритет. И мы от него никогда не откажемся. Чтобы не сомневаться в своем здоровье, нужно делать раз в год флюорографию, посещать смотровой кабинет или центр здоровья для выявления факторов риска заболеваний. Врачи советуют отказаться от сигарет, алкоголя и следить за питанием. Оно должно быть сбалансированным. Есть случаи, когда абсолютно человек чувствует себя хорошо, скажем, удовлетворительно. И рак – это чисто случайная находка бывает. Но, как сказал Андрей Евгеньевич, сиплость в голосе, потери в весе, просто слабость, недомогание – это те симптомы, которые необходимы, чтобы обратиться к врачу первичного звена. Специалисты говорят, рак в последнее время выявляют все чаще. Не исключено, что среди причин смертности уже к 2030 году он будет на первом месте, уверенно обгоняя сердечно-сосудистые заболевания. Валерия Куценко, Николай Епифанов, События. А теперь коротко о других темах дня. Ночной пожар в доме номер 17 по улице Гвардейская в Самаре унес жизнь мужчины. В доме горели вещи на площади 5 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности 1 бис. В его тушении участвовало 31 человек. Использовалось 9 спецмашин. Огонь удалось ликвидировать в 3.20. В чрезвычайном ведомстве отмечают, что во время пожара погиб 52-летний мужчина. И при тушении здания было эвакуировано 14 человек. Обстоятельства гибели человека устанавливаются. Также выясняются причины возгорания и причиненные ущерб. И еще одна трагедия произошла под Самарой возле Новосемейкина. На глазах у ребенка скончался его отец. Произошло это в Красноярском районе возле Новосемейкина. 33-летний мужчина решил покатать 12-летнего сына на квадроцикле. Но не справился с управлением и съехал в карьер. От полученных травм мужчина скончался на месте. Мальчику удалось выжить, но и он получил серьезные травмы. Его доставили в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. В Самаре во время дрифт-шоу разбился автомобиль. Все произошло возле торгового центра «Амбар» в субботу, 14 сентября. Во время дрифт-шоу автомобилист на скорости не вписался в поворот и врезался в ограждение. Машина не загорелась, но получила механические повреждения и продолжать свое выступление уже не смогла. Ни водитель, ни зрители в этом ДТП не пострадали. Новый театральный сезон в Самарском театре оперы и балета. Открылся опера из Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». Произведение написано 100 лет назад, но на самарской сцене ставится впервые. На премьере побывала наша съемочная группа. «Любовь к трем апельсинам» Прокофьев написал, основываясь на пьесе Всеволода Мирхольда, который вдохновился одноименной сказкой драматурга Карла Готце. Сюжет известен многим с детства. Околдованный молодой принц полюбил три фрукта и должен преодолеть множество препятствий, чтобы снять заклятие. Оптимистичное произведение на беспечный сюжет появилось в тяжелые революционные годы и было принято на ура. В Самаре эту оперу ставят впервые. Художники-постановщики вдохновлялись супрематизмом Малевича с его черным, красным и белым квадратами. Актеры и музыканты признаются, на репетициях пришлось изрядно потрудиться. Работа проделана огромная, и сценография замечательная, и костюмы, и музыкальная часть очень долго делалась тщательно, потому что очень сложный современный язык, несмотря на то, что Прокофьев уже классик, но язык по-прежнему современный у него. Прокофьев задумывал эту оперу как некую пародию на театральность, на штампы, на рутину, на оперную вампуку. То, в принципе, когда я готовился к этой постановке, я где-то так себе это все и представлял. Это был «Крепкий орешек», наряду, наверное, с «Леди Магбет» Шестаковича, вы услышите, насколько сложное там письмо оркестровое. Мы повозились изрядно, времени у нас было не так много, работали мы с огромным энтузиазмом, с большой отдачей, мне кажется, у нас очень много получилось. Оперой «Любовь к трем апельсинам» открыли 89-й театральный сезон, программа которого очень насыщена. 23 сентября у нас театр отправляется в город Москву на фестиваль «Видеть музыку», везет туда оперу «Джанни Скики». Дальше октябрь, разгар сезона, фестиваль «Алый Шелест», двойной юбилей, 25 лет фестивалю и 100 лет со дня рождения Аллы Яковлевны Шелест. Открываем опять же премьерой «Бахчисарайский фонтан». Также в ноябре артисты отправятся в Мариинский театр с балетом «Три маски короля». Готовится балетная постановка «На яда и рыбак». Во второй половине сезона зрителей ждет оперная постановка «Балмаскарад» Джозеппе Верди. Лариса Шлафаст, Николай Сидоров, События. Апокалиптической комедией по пьесе современного драматурга Юрия Полякова «Чемоданчик» в Самарском художественном театре «Витража» открылся 25-й театральный сезон. Сатиры на современную жизнь не оставила равнодушным зрителям и нашего корреспондента Елены Малютин. Сволочь! Ну на сих пор! Это я не тебе, я перезвоню. Кто у нас орет? Мама. Нет, не на меня. На каракан. Нет, а такие ничего не знают. Илюзная. Тебе сам перезвонил, откуда? У президента украли ядерный чемоданчик. Теперь судьба всего мира зависит от простых людей, из народа, которых свел в одной квартире его величество случай. Герой апокалиптической комедии – десятиклассник, офицер, актриса, спортсменка, репортер газеты «Скандалисима» Росомоновец. 25-й театральный сезон в театре «Витражи» стартовал спектаклем по пьесе известного писателя, знаменитого современного драматурга Юрия Полякова. Во-первых, это самый новый спектакль у нас из последних спектаклей, то есть самый молодой спектакль. Во-вторых, это все-таки комедия, и мы хотим, чтобы этот сезон прошел на такой позитивной волне, и надеемся, что он у нас будет удачным. 7 ноября мы этот спектакль показываем в Москве, на фестивале как раз пьесы Юрия Михайловича Полякова. Видео-арт, оформленный в гротескном сюрреалистическом стиле, подчеркивает абсурдность происходящего на сцене. Он сочетает в себе необычные шаржи и помогает раскрыть задумку спектакля. Костюмы актеров подчеркивают индивидуальность и характер персонажа. Световое оформление добавляет акценты. «Простой в определенных вещах, но по атмосфере этого нам удалось добиться. Чемоданчик – это серьезная работа. То есть можно и отдохнуть, и посмеяться в волю, и в то же время вынести что-то такое, что останется как послевкусие у вас, как зрителя. Это очень важно». Спектакль «Чемоданчик» можно будет посмотреть 1 и 4 ноября в Самарском художественном театре «Витражи». Новый сезон порадует зрителей постановками «Миллиард», «Беспреданница», «Чайка», «Ромео» и «Джульетта». Елена Малютина, Константин Головин. События. Стать стоматологом, не закончив школы. В Самаре, в детском городе Чадоград, где юные посетители в игровой форме знакомятся с разными профессиями, открылась новая мастерская «Денталь». Подробности в сюжете. Теперь в Чадограде дети смогут попробовать себя в роли стоматологов и узнать, как правильно ухаживать за зубами. Здесь открылась стоматологическая мастерская «Эденталь». С работой врачей знакомятся дети в теории и на практике. Мастер-класс начинается с азов профессии, в том числе истории зубных щеток. «Мы приглашаем детей посетить нашу мастерскую, познакомиться с этой вечно благородной профессией, врача-стоматолога, получить новые знания, навыки». Затем юные стоматологи учатся правильно чистить зубки на специальном макете, узнают, как лечить кариес. Для этого детям дают специальные макеты и инструменты-пломбы в виде пластилина. «Я считаю, что это очень здорово. Детей нужно учить с ранних лет, как правильно ухаживать за зубами, гены полости рта». Мастер-класс длится 30 минут. Новая мастерская рассчитана на детей от 3 до 14 лет. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Николай Епифанов. События. Высокоскоростной интернет на даче или в деревне. Теперь сигнал со спутника в Самарской области может быть доступен в самых отдаленных районах региона. Компания «РТКОМ» объявила о начале продаж услуги скоростного спутникового интернета под торговой маркой «Сенсат». Оставаться на связи даже в самых отдаленных уголках области. Теперь жителям региона доступен высокоскоростной спутниковый интернет. Компания «РТКОМ» объявляет официальный старт подключения и продаж высокоскоростного спутникового интернета «Сенсат» на территории Самарской области. Услуга предоставляется на скорости до 45 мегабит в секунду по стоимости от 670 рублей в месяц. Современная антенна, телефон и мобильное приложение – все, что потребуется, чтобы подключиться ко всемирной паутине. Оборудование можно собрать самостоятельно или с помощью специалиста. Для подключения антенны понадобится ноутбук, компьютер, ключ на 13 и мобильный телефон с приложением. Оно позволяет примерно представлять, где находится спутник для того, чтобы навести антенну четко на этот спутник. Покупать сразу не обязательно. Оборудование можно взять в аренду. Для удобства клиентов компания разработала несколько тарифов. Узнать подробности и оставить заявку на подключение скоростного спутникового интернета от «Сенсат» можно на сайте. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов. События. Журналисты «Самары ГИС» уже в девятый раз отправились за кубком на областной турнир по мини-гольфу. На счету нашей телекомпании уже четыре трофея. Это рекорд среди СМИ. Свой мячик в лунку закатил в этом турнире и Сергей Кизоркин. Чудо не случилось. Спортивный коллектив телекомпании «Самары ГИС» не смог третий раз подряд выиграть турнир по мини-гольфу среди областных средств массовой информации. Даже в профессиональном спорте стать чемпионом три раза за три года удается единицам. Что говорить о любителях. Тем более, что девушки Мария Левина и Валерия Куценко вообще впервые взяли клюшки в руки. Мы настроены на победу. Я думаю, у нас с Машей получится. Настроение у меня отличное. Для меня это вообще первый опыт игры. Не то что в мини-гольф, а в гольф вообще. Я впервые в жизни увидела клюшку, живой мячик, попробовала себя в этом. Это заряд, азарт. Хочется побеждать, хочется быть первыми. Мы, кстати, уже первые будем бить, забивать. Я надеюсь, выиграем сегодня. По два состава также выставили известный областной журнал. Остальные издания губернии играли по одной команде. Всего за кубок боролись 10 коллективов. В этом году телевизионное сообщество представлял только телеканал «Самары ГИС». Но от этого соревнования не стали менее интересными. Новички достойно сменили старожилов турнира, отметил организатор, директор областной федерации гольфа. Из всех турниров это самый любимый наш турнир. Почему? Потому что ребята почти все молодые, если, как говорится, не по возрасту душой, креативные, умницы, веселые. И у нас все соревнования проходят очень весело. Мы-то формат скорее даже не спортивный, а такой, как говорится, компанейский, что встретиться на свежем воздухе, поговорить, пообщаться в первую очередь. Но победителей, конечно, тоже важно выявить. Соревнования прошли в два круга. Стартовали с квалификацией. За девять лунок определили четыре лучшие команды. Затем две первые разыграли золото и серебро. Третий и четвертый – бронзовый кубок. В итоге, по гамбургскому счету, на одиннадцатой лунке чемпионом девятого турнира по мини-гольфу среди средств массовой информации впервые стала мужская команда известного областного журнала. А две команды «Самары ГИС», укомплектованные молодыми спортсменами, заняли пятое и десятое места. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самары ГИС» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Все вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин